спасибо большое добрый день уважаемые коллеги берем связь я микрофон настрою ну а вы огонечком будьте добры просигнализируйте что меня слышно ага чудесно спасибо большое за реакцию но я думаю тогда можно приступать раз со связью все в порядке говорить мы сегодня будем о таком явлении которое называется storytelling понимаю что не всем нравятся английские термины но если в переводе на русский язык это от английского story и tell рассказывать истории то есть по сути это искусство рассказывания истории появилось это явление уже достаточно давно наверное лет 10 назад о нем начали говорить как о таком мейнстриме и storytelling пытались применить и вполне даже успешно в образовании и постепенно он перекочевал и в библиотечную практику главный девиз storyteller of это такой лучший способ передать информацию это рассказать историю я думаю что учителя со мной согласят и что мы время от времени когда преподаем на уроках бываем в роли таких storyteller of рассказчиков рассказываем какие-то интересные истории чтобы привлечь внимание учащих не просто даем информацию связываем ее какую-то интересную историю увлекательную чтобы вызвать интерес то же самое происходит и в библиотечной практике действительно в какой-то степени это правда может быть это не лучший способ передать информацию но это очень хороший способ чтобы ее передавать и самое главное вызывать к ней интерес побуждать слушателей читателей заинтересоваться темой и начать уже самостоятельно изучать может быть открыть для себя что-то новое еще более интересное такие цифровые истории очень таких такие истории постепенно перекочевали естественно на просторы интернета и так появилось особое направление storytelling который называется digital storytelling или цифровая история вот мы сегодня будем говорить о том как такие цифровые истории можно создавать создавать их можно очень просто они пользуются большой популярностью в сети интернет в частности в социальных сетях даже не обязательно обладать какими-то специальными навыками чтобы их создавать можно использовать тексты фотографии и уже получается довольно интересная история ну для доказательства того что действительно популярна вот такой пример он оказался неожиданно что называется в кассу к сегодняшнему вебинару сегодня утром в группе я веду краеведческую группу немного небольшой такой лирическое отступление называется нам урманика и вот в частности сегодня вышел пост который я писала и посвящен он одной из наших достопримечательностей светоноский маяк это один из самых древних маяков на территории россии деревянный находится на востоке мурманской области и вот такой вот пост про этот маяк естественно можно было просто описать высоту маяка ширину когда он был построен и тому подобные вещи я решила рассказать историю связанную с этим маяком история такая смотритель маяка смотрите маяка приехал туда на работу со своей семьей жена девочка его дочка сын и вот они вчетвером жили на этом маяке место достаточно оторванное от цивилизации случилась тяжелая ситуация смотритель заболел стал слепнуть уже не мог исполнять свои обязанности сына забрали в первую мировую на фронт жена умерла и в итоге смотрительница маяка стала маленькая девочка которой было всего 11 лет вот цифровая история собственно была о ней об этой маленькой девочке которую звали маша багрицова и вот она какое-то время помогала так своему отцу вот пример цифровой истории здесь у нас все основные признаки собственно цифровой истории для чего я вам ее рассказала для того чтобы показать на его примере что в основе такой истории должен быть какой-то персонаж не обязательно это может быть известный человек чаще всего берут конечно каких-то известных личностей но тем не менее какой-то герой это какой-то небольшой сюжет какие-то события которые происходят вокруг этого героя это эмоции которые вызывает этот персонаж мы ставим себя на его место начинаем сопереживать у нас вызывает какой-то эмоциональный отклик но естественно для всего этого нам пригодятся сервисы веб 2.0 которые помогут погрузить в историю это могут быть фотографии это может быть карта это может быть просто фотографии этого маяка как он выглядит то есть все то что поможет еще больше усилить эффект и действительно история получила очень даже неплохой отзыв много лайков перепостов это вот один из показателей люди начинают делиться этой истории а значит это это хороший вариант когда люди начинают эту историю пересказывать кому-то и делиться едет это значит что получилось все неплохо вот собственно мы сегодня попробуем такие цифровые истории создавать ход с лирическими отступлениями закончим и перейдем непосредственно к практике и так примеров цифровых историй на просторах интернета достаточно много я например люблю портал который называется арзамас наверняка вы о нем слышали ну на всякий случай ссылку для тех кто не знает что это такое это портал на который некоммерческий просветительный проект который рассказывает действительно интересные истории по литературе по искусству по антропологии по философии по культурологии много почему я очень люблю читать на этом портале разные интересные истории касательно своей специализации русская литература вот примерчик здесь мне нравится и много что но особое внимание вот как раз я меня привлекают именно цифровые истории где рассказывается каких-то интересных фактах из биографии известных людей дополнительно нити и какие-то фотогалереи фрагменты кинохроники цитаты и все это вызывает эмоции вызывает желание узнать еще больше и в общем рекомендую для работы такой портал наверняка пригодится если же мы хотим сами создать цифровую историю на какие сервисы стоит обратить внимание вообще надо сказать что в принципе грубо говоря любой онлайн сервису это по сути об истории история по карте история на ленте времени история с картинками просто презентации это по сути тоже цифровая история то есть тут разброс сервисов очень большой я отбирала сервисы о которых я еще ранее в этом сезоне не говорила собственно них вот и решила поговорить начнем мы сервисов которые позволяют создавать истории на основе изображений все что нам нужно это картинки которые мы будем загружать внутрь сервиса и иногда может понадобиться еще микрофон если мы хотим эти картинки озвучить и так вот интересный сервис для детей вообще цифровых сервисов для детей достаточно много потому что истории любят сочинять дети мы любим сочинять такие истории для детей поэтому вот пример сервиса называется он story starter к сожалению у меня ссылки нет потому что сейчас попробую быстренько добыть чтобы пока я рассказывала вы смогли сами попробовать себя в роли создателя истории что это такое за проект эта платформа для того чтобы придумывать интересные необычные цифровые истории если минут что она на английском но есть google переводчик в конце концов можно попробовать вот ссылка на этот сервис давайте я о нем немножко расскажу в чем суть это интерактивный ресурс где мы можем создать форовую историю мы нам подкинут разные сюжеты героев персонажей и все это будет в виде такой лотереи в случайном порядке за начало если мы зайдем на сайт нам предложат варианты какая история может быть приключения фантастика какая-то научная история или просто смесь чего-то с чем-то выбираем из четырех вариантов а далее вот такая штука это случайный генератор сюжетов здесь есть четыре кнопки как мы видим их можно нажимать если звук вам будет мешать его можно отключить вверху значок вот так что вы можете по ссылке перейти попробовать поиграть вот этот значок отключает звук если он мешать будет и так по очереди нажимаем на каждую кнопку либо вот есть такая большая которая запускает все четыре кнопки разом и случайном порядке нам генерируют персонажа придумывают какую-то сюжетная линия какие-то дополнительные ключевые фразы но вот у меня например получилась такая мне нужно написать короткое интервью с растерянной русалкой которая вылупилась из пятнистого яйца такая вот история ну и естественно все это можно поменять если вам какая-то какой-то вариант не нравится кнопки в вашем распоряжении их можно вращать до тех пор пока не выйдет что-то подходящее причем там вариации получается совершенно разные все это подстегивает фантазию и все это тут же можно начинать воплощать в практику действительно начать сочинять эту историю если перейти на следующий шаг кнопочка next появится внизу то нам предложат уже собственно эту историю писать сервис для детей это детское творчество поэтому здесь очень маленькие форматы можно написать в виде статьи в газету вот как сейчас у меня на экране можно написать почтовую карточку с одной стороны картинка с другой текст можно написать письмо еще много что можно там несколько по около шести форматов выбираем формат и начинаем создавать здесь мышкой действуем вверху пишем текст внизу рисуем картинку для рисования есть набор карандашиков цветов кисточек можно рисовать так как считаем нужно ну и после этого вот может получиться что-то примерно такое вот это вариант с почтовой карточкой внизу картинка это то что будет на лицевой стороне карточки а вот с обратной стороны какая-то маленькая маленькая история такая история с ладошку в общем вот такой интересный веселый нескучный сервис можно попробовать в работе с детьми почему нет он адресован как раз учащимся примерно до 6 класса начальная школа и 5 6 вполне себе подходящие развлечения дальше что с этим совсем можно сделать можно естественно это все скачать причем можно даже несколько страниц создать не обязательно выкладываться вот такую форму то есть кнопка следующая страница и мы можем создать например еще одну карточку если что готовую продукцию нажимаем на кнопку all done появляются кнопки для скачивания и для распечатывания мы можем сразу распечатать нашу красоту или скачать ее в формате pdf на компьютер и таким образом можно ее делиться сервис абсолютно бесплатный интересный необычный такой развлекательного характера можно использовать для работы развития навыков сочинительства но сервис немножко посерьезнее voice read здесь я уже там вам ссылочку и поясню как ей пользоваться эта ссылка на работу которую я создала несколько лет назад но она все еще актуально все еще работает как здесь все происходит если вы перейдете по этой ссылке то откроется история она состоит из нескольких картинок как презентация стрелочки для перелистывания находится внизу их обычно листают вперед назад но эта история еще и озвученная чтобы запустить озвучку с левой стороны вы увидите такой значок с моими инициалами м о вот это значок для запуска озвучки нажимаем на него открывается такой плеер мини плеер и мы можем запускать озвучку и как это все работает открываем слайд запускаем озвучку слушаем историю дальше перелистываем следующий слайд и тому подобные вещи чтобы создать такую историю нам нужно либо заранее записать озвучку либо можно это сделать прямо внутри сервиса одно время он был совершенно бесплатные ограничений у него особенно нет сейчас ограничения появились в нем можно создать до 50 работ на все про все дается 250 мегабайт свободного пространства то есть картинки не должны быть очень тяжелые и еще здесь к сожалению ограничение на 10 слайдов то есть опять-таки история наша будет не очень длинная 50 слайдов но с другой стороны она и не затянутая вот как это все работает сервис на половину русифицирован поэтому работать в нем несложно для начала загружаем картинки я сделала вот такие слайдики пронумеровала их чтобы мне было удобнее и загрузила их через кнопку добавить мультимедиа на следующем этапе я открываю каждый слайд и начинаю крепить к нему озвучку вот мой слайд номер один я его открыла с левой стороны открываются возможности для его комментирования можно просто текстом написать комментарий то есть смотри картинку читай текст либо можно озвучить в режиме онлайн прикрепить микрофон и загрузить озвучку длительность три минуты на один слайд максимальная дальше можно подключить веб-камеру и прямо вот озвучить ее в режиме реального времени с изображением с веб-камеры ну и мой вариант вот этот был когда я просто загрузила с компьютера файл подходящий и в общем он тут же прикрепляется переходим к следующему слайду и так постепенно один за другим и озвучиваем все готовую работу сохраняем получаем ссылку код можно вставлять на сайт и в блоге можно делиться а еще здесь можно организовать коллективную работу если у вас есть коллектив детей вот у меня здесь были детские рисунки которые озвучивали дети но грузила все я и потому что детки были маленькие если дети повзрослее и умеют пользоваться онлайн технологиями то можно подключить их как соавторов к своей работе и создать коллективное комментирование где каждый будет озвучивать свой собственный слайд вот здесь есть функция совместной работы в общем по-прежнему неплохой инструмент он изменил немножко интерфейс но по прежнему все очень хорошо работает и в работе он мне нравится давайте к более сложным формам перейдем цифровые истории можно оформлять не только в виде презентации не только в виде просто картинок можно создавать уже целые такие готовые информационные продукты ну например интерактивные мультимедийные книги когда-то у меня был целый вебинар посвященный таким книгам из этого вебинара я выбрала три сервиса которые мне больше всего нравятся на свой вкус давайте покажу их вам первый сервис опять-таки ориентирован на детей это сервис полностью ориентирован на учителей на учительский коллектив и на людей которые работают с детьми называется этот сервис райтридер ссылочку я вам дала ссылочка может медленно грузиться ну по крайней мере у меня в интернете почему-то медленно открывается но открыться в любом случае должна и так что это такое это сервис для сочинения небольших историй по одному шаблону он подходит для начальной школы прежде всего здесь может зарегистрироваться учитель педагог библиотекарь а дальше подключить детей к творчеству причем от детей не нужно никакой регистрации сам учитель сам педагог их регистрирует и вы можете совместно создавать книги и выставлять их вот на такие полочки коллективные как здесь на экране ну например написать сочинение как я провел лето и устроить конкурс вот таких цифровых историй в виде такого небольшого читального зала на один аккаунт можно создать до 60 таких мультимедийных книг вот можно сделать целый проект в этом сервисе он достаточно простой сейчас переведен на русский язык и в нем достаточно несложно работается давайте смотреть после регистрации предлагают создать класс даже если вы не планируете никого подключать если вы просто хотите для собственного удовольствия создавать работы все равно класс создать придется это будет чистая формальность но тем не менее такое условие сервиса здесь на этой полке собственно мы будем выставлять все книжки нашего класса которые будут создавать ваши ученики либо которые будете создавать только вы здесь есть переключатель вверху мои книги и книги класса то есть можно разделить можно не выставлять на все обозрение свои собственные книги а выставлять только книги своих учеников далее далее непосредственно смотрим на шаблоны здесь множество шаблонов рассортированных по классам по предметам мы можем выбрать готовый шаблончик и просто переделать его под себя либо можем начать с нуля это тоже возможно хотя они все называются шаблоны но они выглядят как вы видите все примерно одинаковые картинка текст картинка текст дополнительно историю можно озвучить у меня ссылка на не озвученную историю была на озвученную но эта ссылка не открывается почему-то поэтому показать ее вам не могу но придется поверить мне на слово здесь действительно есть функция озвучки так выглядит конструктор даже самый не разбирающийся в технологиях человек тут не заплудиться здесь все достаточно просто нам нужно загрузить фоновую загрузить картинку на обложку придумать название написать автора и в общем все есть функция озвучки она вверху находится вот эта кнопочка каждую страничку мы можем озвучивать подключая микрофон прямо в режиме онлайн делается это очень просто нажимаем на значок с микрофончиком начинаем говорить текст как только мы этот значок отпускаем все озвучка записалась все очень просто ну и количество страниц можем создать любое для этого есть кнопочка для добавления страниц далее после того как мы создали книгу разместили там картинки написали какие-то тексты мы можем эту книгу сделать предоставить для всеобщего доступа то есть получить ссылку и делиться этой ссылкой еще есть вариант сделать из этой книги шаблон это если на тот случай если вы работаете с детской аудитории например вы можете сделать какой-то шаблон ну вот как у меня здесь про животных и попросить учеников по вашему шаблону сделать свою книгу но про какое-то конкретное животное для этого мы выставляем режим шаблона этот шаблон ученики увидят в своих аккаунтах поймут что им нужно делать и будут работать что еще здесь есть интересненького еще здесь из интересного есть если вы подключили класс к работе и теперь вы как учитель можете координировать работу и писать комментарии на работы своих учеников для этого есть функция комментирования вот этот значок с облачком означает то что вы можете всегда открыть книгу любого своего ученика посмотреть ее и оценить вот примерно таким образом ученик когда откроет свою книгу в следующий раз увидит ваш комментарий таким образом можно организовать дистанционное общение со своими учениками в общем очень неплохой сервис может быть простенький но очень эффективный для работы так что тоже можно взять на вооружение будут будут вы можете пока немножко отключиться минут на двадцать сходить на лечаю будут дальше что здесь еще есть весь класс закрыт вы видите только его и только видят его ученики но и вы можете сделать выставку работ например для родителей для этого есть функция читального зала вы можете выставить книги на полке включить эту функцию читальный зал я в красную рамку вынесла и получить ссылку теперь выставкой ваших работ могут выставку ваших работ могут просматривать и родители и всех с кем в этой ссылке поделитесь вот таким образом работает здесь эта функция и еще один сервис story jumper немножко сбили вы меня своим комментариям ладно это тоже хороший сервис для создания электронных книг работать здесь могут не только дети но и взрослые ссылки здесь у меня самые разнообразные есть и на детское творчество и на взрослые вот про палиндромы например это учителя наверняка сочиняли книгу остальные работы они уже созданы самими детьми предпоследняя ссылка про красную шапочку это пример озвученной книги книги здесь получаются довольно любопытные в виде таких альбомов которые тоже с перелистывающимися страницами единственный недостаток у этого сервиса то что он дает просмотреть половину примерно книги а далее предлагает зарегистрироваться чтобы прочитать всю оставшуюся вот к сожалению последнее время так здесь происходит но чтобы просто ознакомиться с книгой этого достаточно а если мы хотим уже поподробнее книжку почитать ну почему нет можно через тот же google очень быстро зарегистрироваться и дочитать что же там в конце книжки было здесь тоже можно создавать классы можно создавать индивидуальные книги можно создавать книги класса чтобы каждый свою создавал или общую книгу здесь уже ученики будут регистрироваться сами поэтому это для более взрослого возраста и так как здесь все работает здесь мы работаем над разворотами книжки мы получаем развороты они здесь обозначены внизу открываем каждую страничку и оформляем ее для добавления объектов есть очень хорошая библиотека она мне очень нравится потому что здесь очень много разных интересных картинок необычных можно загружать естественно свои фотографии есть фоновые сценки есть интересные варианты с оформлением заголовков в общем здесь все очень хорошо устроено если вот этих вот страничек нам много всегда можем добавить еще одну если страничек вернее мало то можем всегда добавить еще одну и так страничку за страничкой мы оформляем добавляем из библиотеки все что нам нужно внизу есть кнопочка для озвучки работает она точно так же подключаем микрофон начинаем озвучивать читать какой-то текст он прикрепляется к нужной страничке и все готово так вот мы можем создавать такую электронную интересную книгу сочинять свою собственную историю дополнительно библиотеки появились возможность добавлять фоновую музыку и даже звуковые эффекты звуковых эффектов немножко лай собак мяуканье кошечки пение птичек но тем не менее чтобы оживить свою историю сделать еще более атмосферной можно добавлять и звуковые эффекты тоже работает здесь несложно ну и в заключении последний слайд об этом сервисе то о чем я говорила здесь можно создавать индивидуальные книги групповые когда мы всем классом работаем над одной книгой и книги шаблоны точно так же вы создаете какой-то образец рассылаете ученикам и они в своих аккаунтах создают нечто подобное вы как учитель всегда можете контролировать степень выполнения работы оценивать их ну и еще один сервис book creator тоже хороший инструмент тоже ориентирован на учителей но почему нет его можно использовать и в работе библиотекарем давайте посмотрим book creator сервис для создания интерактивных книг в которые можно добавлять очень много что тексты фотографии гиперссылки видеоролики в бесплатном аккаунте можно создавать до 40 книг здесь тоже есть функция создания класса и работы внутри класса но можно работать индивидуально тоже для работы есть шаблоны любого формата квадратные вертикальные горизонтальные есть отдельные шаблоны для создания комиксов я вам дала ссылочки и на обычную книгу и на книжку с комиксами и так вот так выглядит пример книги кнопочка с плюсиком отвечает за добавление различного интерактива и не только можно закружать картинки с компьютера есть небольшая библиотека различных изображений но их тут немного в основном с компьютера дальше можем подключить веб-камеру сделать фотографию с веб-камерой либо даже целую запись сейчас можно с нее записать есть функция рисования есть функция озвучки чтобы подключить микрофон и озвучить каждую страничку самостоятельно ну в общем тут особенно рассказывать не ничего здесь я уже на слайдах все подписала единственное хочу показать то что мне здесь нравится функция рисования она здесь очень любопытная потому что кроме стандартных инструментов есть еще инструменты для автоматического рисования вот эта вещь называется авторисование как это все работает мы начинаем рисовать а сервис угадывать что именно мы рисуем предлагает уже более законченные более художественные картинки ну вот я котика рисовала мне сервис подсказал вот такие варианты котиков я могу естественно оставить свой рисунок но для красоты для тех кто рисовать не умеет можно выбрать что-то из этого и добавить внутрь книги котика можно раскрасить не таким черным как я сделать а сделать линии цветными это вот и выход для тех кто рисовать не умеет но очень любит это дело дополнительно здесь можно добавить различные формы фигуры стрелочки в общем здесь очень много разных полезных инструментов и дополнительно есть функция встроить контент по коду эта функция позволяет встраивать сюда например видео с ютуба или какую-то небольшую презентацию может быть даже целую игру достаточно получить код на то что вы хотите встроить и добавить это на страничку оно загрузится у меня вот в книжке например там видеоролик с ютуба загружен в таком формате вот так что этот сервис позволяет максимальное количество любого контента это сюда вставить и можно создавать не только детские книги но и более какую-то взрослую продукцию на выходе получаем ссылки коды можно вставлять на сайт и можно делиться в социальных сетях очень любопытно получается что касается комиксов здесь тоже есть шаблоны для комиксов но эти странички уже выглядят немножко иначе здесь есть раскатровка внутрь каждого кадра мы можем вставлять уже свои изображения писать свои тексты получают такие интересные книжки с комиксами вот дополнительно для оформления есть возможность выбрать фон формат текстуру здесь есть варианты с текстурами с рамочками с разными образцами и так далее можем это все менять перекрашивать и подстраивать под себя что касается текстов изображений здесь в отличие от всех остальных сервисов очень хорошее форматирование то есть мы можем выбрать и шрифты цветы фона расположить текст несколько колонок красиво его оформить то же самое касается изображений здесь инструментов будет чуть поменьше но тем не менее картинка можно даже прикреплять киперссылки это тоже приятно вот если мы книжку озвучили то все кто будет ее читать они могут запустить сразу озвучку и прослушивать ее как вот аудиокнигу для этого есть функция read to me прочитай мне вот а вы как автор можете выбрать параметры чтения то есть читать будет будет либо запускаться ваша озвучка либо если озвучки нет то читать будет робот а вы можете выбрать голос для чтения скорость чтения так что можно поиграть если у вас на вашей книге есть какой-то текст то вы можете подключить робота и послушать как он будет с этим справляться тоже интересный вариант вот как я уже сказала здесь возможно создавать классы здесь тоже есть вот такая вот функция книжного шкафа где можно книжки расставлять красиво и представлять их в разных видах и контролировать работу класса вот ну и вот мы наконец добрались до более серьезных форматов а точнее мы добрались до формата который сейчас называется long read пришел он из журналистики это формат для цифрового сторителлинга в переводе с английского опять таки длинное чтение то есть это длинные статьи в которых рассказываются какие-то интересные истории с подробностями с фотографиями с может быть с картами с каким-то интерактивом одно время такие статьи назывались ноуфолами пошло это от статьи которая появилась нью-йорк таймс 2012 году уже довольно много времени прошло с того момента но статья до сих пор жива ссылочку на эту статью я вам в чат прикрепила даже если мы сейчас ее посмотрим она кстати на несколько страниц то есть она изначально сама длинная но там еще внутри несколько страниц можно листать вы увидите чем она так зацепила зрителей кроме того что там были тексты с картинками там были очень интересные визуальные эффекты то есть там 3d модель гор там какие-то анимированные фотографии там вообще вот этот формат верстки очень необычный когда изображение раскрывается на весь экран такого еще читатели не видели и вот такой эффект это произвело столько много зрителей увидели эту статью что этот новый формат стал именем нарицательным и его стали называть сноуфолами со временем сноуфол этот термин как-то подзабылся и на его место пришел лонгрид и сейчас эти статьи называют лонгридами и производят их с большой регулярностью естественно чтобы создать такую статью чаще всего работает коллектив авторов вот например проект журнала коммерсанты у них был цикл статей посвященных Великой Отечественной войне я взяла одну из первых статей в этом проекте день когда началась война где тоже взят формат лонгрид где тоже рассказывается история она интерактивная там звучит закадровый звук закадровый голос она озвученная там много видео фотографий тоже все необычно сверстана и тоже вызывает определенного рода эмоции вот такие статьи естественно это создано программистами людьми профессиональными на профессиональных платформах но несмотря на это есть сервисы которые позволяют создавать нечто подобное может быть не один в один но что-то очень похожее действительно можно создать и даже на бесплатной основе и даже не владея знаками программистов когда появился только жанр лонгридов читатели вообще ученые сомневались что их начнут читать потому что это было длинно долго и понятно что с клиповым мышлением такую большую статью не осилишь но у лонгридов есть очень много положительных качеств на которые стоит обратить внимание во-первых это упор на большие фотографии и видео хорошего качества чтобы лонгрид был красивый и чтобы эти фотографии были интересно оформлены немаловажно здесь роли играет увлекательный текст то есть это не просто изложение фактов должно быть а действительно какая-то интересная история которая чем-то цепляет что ты не можешь оторваться аудио анимация карты ленты времени внутри лонгридов вставляли много что чтобы вызвать эффект супереживания ощущение что ты как будто внутри этой истории находишься вот те же самые 3d горы они ведь производят эффекты ты начинаешь визуально себе представлять как это каково людям оказавшимся вот в заточении в таких горах это тоже очень необычно и тоже влияет на восприятие герои детали это тоже необычные вещи в сноуфоле необычные герои которые оказались заваленными снегом лавиной горнолыжники из-за схода снежной лавины в сша они оказались в такой безвыходной ситуации им удалось спастись вот ну и вот это чередование форматов когда чередуются фотографии видео тексты позволяет прыгать что называется то есть кого-то зацепят фотографии кто-то начнет с картой разбираться кто-то текст читает а кто-то просто посмотрит видеоролик то есть каждый в этой истории найдет что-то свое вот вот таким образом организуются лонгриды для чего я такой опять таки сделала отступление для того чтобы показать как это вообще выглядит вся эта технология изнутри ну давайте по сервисам пройдемся что здесь нам предлагается для бесплатного пользования ну во первых хочу показать сервис который называется май албом это сервис для создания цифровых историй в режиме фото в основном потому что здесь минимальное количество текста и максимальное количество фотографий вот несколько примерчиков я в чат отправила сервис бесплатный без ограничений работающий и очень-очень простой хотя и на английском как в нем действовать изначально загружаем стартовую фотографию здесь упор сделан на фото поэтому фото можно загружать хорошего качества в хорошем разрешении это все разрешается вот я загрузила стартовую фотографию сервис можно сказать что обладает неким интеллектом поскольку он оформление обложки первая фотография это будет наша обложка он оформление обложки тут же подстраивает под цвет фотографии поскольку фотография у меня была в коричнево-зеленых тонах то сервис нам мне соответственно и предложит несколько шаблонов для оформления обложки вот они внизу я выбрал вот такой интересненький но есть и более классический вот и цветовую камму он подберет именно исходя из фотографии даже если я захочу синюю такой возможности здесь нет в этом и плюс и минус одновременно то есть мы немножко ограничены в средствах зато за нас уже все подумали если кому-то такой вариант нравится то пожалуйста вот такой сервис есть my album выбираем вариант можно белый фон сделать можно что-то из палитры придумать и можно немножко отредактировать текст просто щелкаем по тексту и там нам тоже предложат несколько шаблонов для оформления текстов то есть здесь все строится на шаблонах нам предлагают варианты мы выбираем подходящий вот в этом принцип работы и просто и быстро и мы можем эту историю создать буквально за полчасика и так вот у нас например я выбрала редактирование текста тоже все очень просто можно только шрифт выбрать и опять-таки цвет надписей нам опять подстраивают под нашу картинку все здесь подчинено картинке дальше после того как мы создали обложку мы переходим к добавлению страничек вот так выглядит это добавление через кнопку add можем добавить страницу целую это будет выглядеть как разворот книги фото-видео тексты есть коллекция иконок если что за начало нам нужно чистую страницу добавить а внутрь этой страницы уже контент сервис показывает нам развороты можно оставить так чтобы книжку смотрели разворотами но мне больше нравится вариант со статьей поэтому я вам ссылки дала в виде статей вот потому что развороты здесь некрасиво будут смотреться они будут прямо весь разворот на весь экран листать будет нельзя будет как презентация не очень а вот в виде статьи получается интересно здесь как раз выигрышный этот формат совершенно с вами согласны за счет фотографий получается фотки кстати можно щелкать они кликабельные их можно разворачивать на весь экран вот ну то есть понятно здесь по принципу конструктора выбираем элемент нам дают шаблоны мы выбираем из шаблонов и все это можно двигать мышкой переставлять из странички в страничку вот варианты шаблонов например для текста то о чем я говорила вот они пожалуйста текст можно оформить вот так стандартно вот так либо можно вот красивыми кружочками сделать видео я вставила видео с ютуба опять таки здесь идет подстройка под визуал видео у меня в зеленых тонах поэтому мне сервис предложил зеленые страницы вот таким образом это все выглядит дополнительно к видео я поверх могу добавить какой-то текстик интересный можно оставить просто видео но оно так будет не очень красиво а вот какая-то аннотация здесь нужна вот таким образом страничка за страничкой я все оформляю а в итоге на выходе я могу получить целую статью почему сервис называется MyAlbum он вообще предлагает за денежки распечатать эту фотокнигу вот с картинками но понятно что это не наш вариант поэтому в виде статьи можно вот таким образом получается очень красивенько вот так что если большое количество фотографий есть можно здесь поэкспериментировать на выходе открываем публичный доступ к нашей работе получаем ссылочку код можно делиться встраивать в социальных сетях или на сайте вот такая красота ну давайте еще на одну красоту посмотрим сервис называется свэй или свай я все никак не могу проверить как уже он правильно читается я и так и сяк его произношу это интересное решение от нашей знакомой программы microsoft которая предлагает альтернативу ну альтернативу условную конечно powerpoint она предлагает создавать эффективные информационные ресурсы статьи или презентации в необычном интересном визуальном оформленном формате это может быть в виде статьи вот про маржа например и про круг байкальскую железную дорогу это в виде статьи оформлена а может быть в виде презентации вот про день малинового варенья сделано в виде презентации где можно листать слайдики но опять таки листаются они необычно перейдите по ссылке посмотрите как это происходит сервис абсолютно бесплатный без ограничений на русском языке единственное что здесь нужно завести учетную запись microsoft если у вас ее нет или вы потеряли от нее логин и пароли то можно завести это буквально отдела пяти минут и так после того как мы здесь зарегистрировались авторизировались можно начинать собственно создавать нашу статью или что мы там решили создать есть кнопочка создать когда работа начинается с нуля есть кнопочка начать с документа когда мы можем загрузить powerpoint презентацию и на ее основе создать нечто подобное здесь тоже все очень просто здесь мы немножко тоже будем ограничены в ресурсах здесь нет подробного форматирования каждой буковки здесь уже есть анимация встроенная на которую мы не можем влиять но в этом то наверное и прелесть что это все можно сделать очень быстро смотрим конструктор здесь состоит из двух частей история и сам конструктор вот я например загрузила просто какую-то рандомную презентацию внутрь этого сервиса и в конструкторе я уже могу посмотреть как она будет выглядеть в виде статьи я могу выбрать здесь стиль по горизонтали по вертикали или слайдами как обычно выбираю тут что мне нравится но я выбрала в виде статьи по вертикали вот поэтому в виде статьи получила каждый элемент в презентации сервис вынес в отдельный объект я могу естественно эти объекты редактировать для этого я перейду в раздел истории вот этот вариант как раз для тех кто работу создает с нуля здесь мы видим саму технологию создания вот моя презентация разбилась на отдельные карточки объекты каждый из которых я могу редактировать то же самое если бы я тут начала работать с нуля все бы здесь было пусто я через значок плюсик начала бы создавать карточки тексты изображения видеоролики гиперссылки сюда можно встроить практически все ну вот например пожалуйста полный перечень того что можно встроить внутрь такой статьи видео с ютуба по ссылке добавляются звук загружается с компьютера внедренный объект это встроенные объекты например какие-то игры презентации викторины все на что вы получите код отдельно хочу показать группировку это возможность создавать фотогалереи опять таки если много разных фотографий то можно их красиво организовать обычную фотку сделать авто сделать сетку из нескольких фотографий как collage есть возможность создать ряд фотографий они будут как стопка перелистываться вот там есть ссылочка страница проекта там внутри этой страницы есть как раз стопка фотографий который же можно перелистывать как стопка ряд rost Regular ну вот например сравнение что было и что стало Можно загрузить две фотографии, одна, например, у меня утренняя, вторая у меня, допустим, ночная фотография, и сравнивать, что и как нравится. Таким образом, можно выбрать любой вариант, загрузить фотографии и с этим со всем экспериментировать. На выходе мы получаем ссылку, получаем код, можно всем этим делиться. И еще здесь есть функция совместной работы. Вы можете подключить соавтор и разрешить им вносить изменения в вашу статью. И таким образом можно какой-то проект реализовать внутри этого сервиса. Сервис довольно простой. Я немного не сказала про оформление, но оформление здесь тоже очень простое. Здесь даются тоже шаблоны для оформления, уже готовые шрифты, цветовые гаммы. Нам остается только выбрать самую подходящую. Да, вот, мне тоже понравилось. Я именно из этого эту ссылку и захватила, чтобы показать, как эта стопка смотрится. В общем, тоже много необычного, и упор опять идет на визуал. Сюда много можно что добавить внутрь истории, поэтому это вдвойне интересно. Теперь поговорим о картах. На основе карт тоже можно создать очень много интересных вариантов. Есть сервис, который называется ArcGIS StoryMap. Это сервис, который тоже позволяет создавать интересные статьи лонкриды, в которые можно добавлять тоже много что, тексты, фотографии, видео, слайд-шоу, гиперссылки и карты. Вот про карты тоже поговорим. Это интересный вариант. Здесь карты очень интересно оформлены. Вторая из этих ссылок моя. Там я как раз взяла вариант с картой, чтобы вам было интереснее посмотреть, как это все работает. Сервис для некоммерческого использования бесплатный, без ограничений. При создании обращаю внимание на то, что надо регистрироваться, как некоммерческий пользователь. Сервис на русском языке, поэтому он достаточно простой. Здесь примерно такая же история, как в сервисе Sway. Тоже есть значок плюсик, который позволяет добавлять объекты. Тоже мы строим нашу статью из кубиков, из информационных блоков. Здесь уже не будет шаблонов. Здесь уже будет просто чистый лист, на который мы будем добавлять фотографии, тексты, какие-то другие объекты. Здесь более подробное форматирование, чем у сервиса Sway. Можно, например, выбрать текст, и нам предложат добавить подзаголовок, заголовок, параграф, поменьше, побольше шрифт, маркированные списки, оформить цитату. Почему-то она здесь называется квотой, но это цитата, оформление. Внутрь истории можно добавить карту, причем эту карту можно сделать интерактивной. Как это делается? Просто выбираем из списка карта, открывается некая наша карта. Ну, наверное, вы уже добавляли когда-то метки на Google карту, на Яндекс карту. Вот здесь такая же история. Добавляем метку, она открывается на экране в виде маркера. Мы ее добавляем к карте, а к этой метке мы можем добавлять какую-то интерактивную историю с ней связанную. Например, рассказ об этой достопримечательности, фотографию этой достопримечательности, гиперссылку на какой-то ресурс, который рассказывает. То есть карта здесь не просто как красивая картинка, а она становится интерактивной. Вот такая интересная опция. Что касается фотографий. Их можно тоже сделать вот такими красивыми, развернутыми на весь экран. Можно поменьше. Можно сделать и фотогалерею. Вот так выглядит, например, слайдер, который называется тоже сопоставление. Но можно сопоставлять не только две картинки, что было, что стало, а можно даже сопоставлять карты. Загрузить две карты, что было и что стало. Карта создается прямо здесь внутри. То есть, например, мы можем показать, как выглядел город там до революции, и показать город, как он выглядел после революции. Загрузить две карты, и плюс пользователь смотрит, что и как было. Тоже интересный вариант. Здесь сервис делает упор как раз на картографическую составляющую. И если вы любите такие географические истории с разными привязками, то это ваш сервис. Вот вариант, который мне больше всего нравится. Называется этот информационный объект «Тур по карте». У меня он вставлен практически в самом начале истории. Как здесь работает? Это фотогалерея с фотографией, но каждая фотография привязана к точке на карте. Дополнительно дается еще небольшое описание каждой достопримечательности. Мы просто листаем как фотогалерею это все, а на карте появляется точка, где это находится. Таким образом, одновременно получается не просто просмотр фотографий, но небольшая экскурсия по городу. Таким образом, можно знакомиться с достопримечательностью, рассказывать какие-то интересные факты из истории своего города, например. Тоже очень интересный объект. Здесь несколько есть ограничений. Например, сюда нельзя вставить аудио. Это платная опция. Что еще здесь? По-моему, встраиваемые объекты сюда тоже не добавляются. Но за счет таких интересных решений эти ограничения не такие уже страшные. Ну, хорошо, обойдемся без звука. Ничего страшного здесь не будет. Мы можем дать ссылку, в конце концов, на какой-то музыкальный фрагмент, если нам захочется. И таким образом выйти из положения. В целом, очень хороший сервис. На русском языке это вообще отлично. Так что можно рекомендовать тоже к работе. Его конкурент уже на английском языке назывался этот сервис Adobe Spark. Сейчас он называется Adobe Express. Поменял интерфейс, но функционал все тот же. Он примерно так же работает. Он тоже позволяет создавать интересные статьи с интересными визуальными эффектами. Но только без карт, наверное. Здесь вот как раз основа все-таки будет на видео и на фотографиях. Ограничений здесь нет. Сервис абсолютно бесплатный. Работает без ограничений. Единственное, что ссылки будут немножко долго загружаться. Вот. Но у меня так на компьютере. Может, у вас побыстрее дело пойдет. Но вы не волнуйтесь, они все рабочие. И с ними все хорошо. Итак, давайте посмотрим, что здесь можно сделать внутри этого сервиса. Информационные блоги сейчас перед вами на экране. Сервис на английском, но, что называется, интуитивно понятный. Мы можем, естественно, написать текст. Мы можем вставить фотографию в разных видах. Интерактивную кнопку. Это интерактивная, ну, по сути, киперссылка, которая ведет на какой-то веб-ресурс. Смайлики, гифы, эмоджи, пожалуйста, тоже. Можно добавлять видео с YouTube по ссылке. И разные варианты фотогалерей. Есть стандартная фотогалерея, как коллаж. Есть так называемая Glide Show. Это фотография, которая будет красиво скользить на экране в режиме параллакса. И у нее с левой стороны будет еще текстовая надпись. Если загрузить несколько таких фотографий, то одна фотография будет красиво перетекать в другую. Это довольно необычно. Дальше. И вот этот еще Split Layout. Это когда у нас страничка будет поделена напополам. С одной стороны будет фотография, а с другой стороны какой-то еще объект. Либо текст, либо можно даже видео вставить. Ну, такая двухколоночная штука. А еще можно две фотографии вставить в обе колонки. Тоже, наверное, получится интересно. То есть вот каждый сервис позволяет какие-то новые штрихи к нашей истории добавлять за счет визуала. Здесь вот такой выход нашли создатели сервиса. Ну, давайте смотреть. Это вариант, когда я развернула фотографию на весь экран в полноэкранном режиме. У сервиса, кстати, есть бесплатные фотографии. Для некоммерческого использования. Хорошая библиотека. Так что вот я, например, про зиму начала смотреть. Там огромное количество фотографий. И все очень красивые. Вот я поэтому на них экспериментировала. Вот фотография, открытая на весь экран. Мы можем ее сделать стандартного размера. Вот как она изначально есть. Можем развернуть ее на весь экран. Можем в виде окошечка вставить маленького. Можно сделать из нее широкую полоску. Вернее, узкую полоску. Вот. Ее передвинуть, сфокусировать как-то по-другому. Ну, и заменить или удалить. Вот все инструменты тут же появляются на экране. Нам остается только щелкать и выбирать нужный подходящий элемент. Вот таким образом здесь, что касается фотографии, устроено. Вот пример, когда я говорила двухколоночный вариант. Когда я, с одной стороны, загрузила фотографию, а с другой стороны, я могу добавлять, например, стихотворение, какой-то текст. Могу добавить видео дополнительно, эмоджи, ссылочку, какую-нибудь гиперссылку. Многое-многое другое. Тоже смотрится довольно все интересно. Дополнительно. Сервис тоже предлагает варианты форматирования, но очень-очень небольшие. Текст можно немножко отформатировать, поменять размер, поменять шрифт. Ну, и, в общем, все. Можно выбрать стиль сразу для всей работы. Для этого открываем раздел темы. Вот он с левой стороны у меня. И пощелкаем по этим темам и выбираем подходящую. Внутрь темы уже вмонтировано фоновое оформление. То есть, может быть, черная тема, может быть, белая, а может, какая-нибудь такая розовенькая. Можно просто пощелкать. Я вот взяла, просто пощелкала и выбрала то, что мне больше нравится. И плюс внутрь темы встроен еще какой-то шрифт. Тут единственный недостаток, что, например, такие красивые шрифты русский язык не поддерживают, к сожалению. Будет вот такой стандартный ареал вместо такой красоты. Ну, в общем, с этим можно стерпеться. Тем более, что сервис работает бесплатно, ограничений у него никаких нет. Ряд картинок, единственное, здесь будет платное. Но, в конце концов, мы картинки можем грузить из компьютера. Поэтому тоже получаются довольно интересные, необычные, красивые публикации. И, как и во всех статьях, здесь все кликабельно. Картинки открываются. Их можно рассматривать на полном экране. И в заключении у нас осталось буквально немножко времени. Я хотела показать еще один сервис. Думала, думала, рассказывать о нем или нет. Но, тем не менее, он не такой эффектный, как все предыдущие. Здесь особо, что называется, смотреть не на что. Но он позволяет реализовать одну интересную технологию. Так называемая ветвящаяся история. Это довольно интересный вариант, когда мы можем, как читатели, выбирать, по какой траектории будет развиваться сюжет истории. Автор пишет историю и дает к ней несколько финалов. Например, там какое-то событие происходит, и финал этого события может быть такой, такой, такой. А читатель выбирает, по какой линии пойти. В зависимости от того, в какую линию выберет читатель, дальше, соответственно, сюжет будет развиваться уже по какой-то другой технологии. В этом интерес для читателя. То есть он может сразу посмотреть историю так, как ему нравится, сконструировать в своем воображении. Ну, а для писателя это становится проблемой, потому что надо продумать сюжет всех этих ветвей, из этих ветвей сложить какую-то историю. Для этого придумали сервис, который называется Inkelwriter. Это сервис для начинающих писателей. Как рассказывается в его описании, позволяет создавать истории с различными ветвями сюжетов. Делается это по принципу такому. Ну, регистрируемся, само собой, и начинаем писать историю. Нам дают вот такое вот рабочее поле, на которое мы заносим текст нашей истории. Ну вот, например, это я тут просто пробовала. Я все никак не доберусь до этого сервиса, я о нем помню и не забываю, но надо придумать сюжет истории. С сюжетом у меня пока сложно, поэтому ничего, кроме как вот такой сказки, я не придумала на данный момент. Но, тем не менее, здесь можно посмотреть, как здесь все работает. Итак, начинаем сюжет. Пишем какой-то фрагмент сюжета, прикрепляем картинку соответствующую атмосферную, и пишем, пишем, доходим до момента, когда нужно сделать выбор. И вот в темном-темном лесу я кого-то там встретил. И дальше у меня вот несколько вариантов развития сюжета. Может быть, два, может быть, три. Через кнопку «Добавить опции» можно добавить еще несколько, чуть ли не десяток разных сюжетов развивать. Это хороший вариант тоже для развития фантазии, для творчества, придумывания, вот для всего этого. И далее, как только я написала эту разворотку, выбрала альтернативы, появляются стрелочки. Я нажимаю на стрелочки, и дальше у меня история поворачивается в другой. Ракурс у меня дальше развивается вот такое. Чудовище. Чудовище набросилось на меня со словами. А дальше у меня опять выбор, с какими именно словами набросилось на меня чудовище. Для читателя, наверное, это будет интересно. Для писателя это будет сложно, сразу скажу. Поэтому ссылок на готовые сюжеты я, как и не искала, в интернете не нашла. У меня тоже не получилось. Нашла вот такую ссылочку. Это история по принципу виртуальной экскурсии. Только почему-то там картинки не отображаются. Там еще были картинки. Смысл в чем? Там немножко история тоже ветвится, но там попроще будет. То есть рассказывается про какую-то достопримечательность, а дальше предлагается выбор. А теперь про какую вы еще хотите почитать достопримечательность. Выбирайте из двух вариантов и читайте про следующую. Вот так можно создать, например, рассказ виртуальную экскурсию. Можно. Да, получается, она не запутанная, она называется ветвящаяся. Сервис следит за тем, чтобы каждая ветка не осталась без продолжения. Если появился вот такой красный флажочек, значит, эта ветка закончена, значит, с ней все в порядке, ничего добавлять не надо. Если появились какие-то сигналы рядом с вашей веткой, ну вот на рабочем поле оно будет вот так вот развиваться в виде такой вот структуры ветвящейся. Сервис будет следить, чтобы вы все написали, все ветки закончились и все завершилось благополучно. Инструменты для редактирования находятся слева. Здесь можно выбрать шрифт, добавить картинку и, в общем, на этом все. Здесь не очень большой набор инструментов, но это любопытно, это интересно, если у вас есть, например, знакомые писатели, журналисты, люди, которые хотят проявить себя в творчестве, можно им этот сервис порекомендовать для работы, чтобы они оттачивали свое мастерство и придумывали интересные сюжеты. Вот таким образом можно создавать цифровые истории. Не знаю, удивила я вас сегодня или нет, справилась я со своей задачей или нет. Задача у меня была показать онлайн-сервисы, с помощью которых можно создавать интересные, на мой взгляд, истории. Список обучалок сейчас перед вами на экране. Если вы захотите что-то осваивать из тех сервисов, которые я перечислила, вот, пожалуйста, здесь активные ссылки на обучалке. Как всегда, мои координаты. Если что-то захотите еще дополнительно узнать, получить консультацию, просто какой-нибудь вопрос задать, то можно заходить в гости, в блог, в группу, в канал Телеграм. Присоединяйтесь. Минутка саморекламы, пока у меня еще есть немножко времени. Что хочу сказать. Я и в канале, и в группе ВКонтакте, они друг друга дублируют. Сейчас придумала рубрику «Подборка интернет-сервисов». Каждый месяц 1-го числа я выкладываю подборку интересных сервисов по какой-то тематике. Там уже есть подборки для создания виртуальных экскурсий, для создания лент времени, для создания облака слов. Мне кажется, это полезно. Если, например, вы хотите создать ленту времени, а не знаете, за какой сервис хвататься, вот такие подборки, мне кажется, они будут полезны. Так что присоединяйтесь. Группам 1-го марта выйдет очередная подборка. Пока не буду раскрывать интригу, но подборка будет любопытная. Спасибо вам большое за комментарии. Спасибо за то, что приходите и слушаете. Мы продолжим наши встречи уже в марте месяце. Поздравляю вас, пользуясь случаем с наступающим праздником 8-го марта. Творчества вам, успехов. Естественно, берегите себя, это важно. Создавайте интересные, умопомрачительные истории. Не обязательно с помощью онлайн-сервисов. Пусть у вас таких историй в жизни будет побольше. Вопросов нет, но я надеюсь, значит, информация оказалась вам полезна. Все, а встретимся уже в марте после праздников. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok